всем привет меня зовут катя я живу последние шесть лет в индонезии на острове бали как вам известно индонезия это островное государство на территории которого находится 17 тысяч островов 6 тысяч из них являются населенными и также индонезия занимает четвертое место в мире по количеству людей проживающих на ее территории что порядка 260 миллионов а то есть вы можете себе представить насколько разнообразно и интересная индонезийская кухня несмотря на то что индонезия не славится своим вегетарианством здесь очень много овощных блюд которые вегетарианцы могут спокойно использовать вы удивитесь насколько разнообразным здесь может быть ваше меню потому что индонезийцы используют все возможные овощи которые растут на их островах и на соседних островах сегодня я вам расскажу об одном очень интересном блюде это индонезийский салат гадо-гадо это пожалуй одно из самых популярных блюд в индонезии после мигорина насигория гадо-гадо это овощной салат но не совсем привычный для скажем европейцев овощи в салате будут приготовлены на пару либо будут вареными какие-то овощи будут свежими и все это обильно заливается арахисовым соусом пожалуй знаменитым арахисовым индонезийским соусом балийская версия салата гадо-гадо готовится из зеленой тыквы из проростков сои капуста зелень и домашний арахисовый соус мы с вами сможем увидеть как все это приготовлено все овощи для салата крупно нарезаются часть из них готовится как я уже говорила на пару либо либо варится часть из них подается свежие все это выкладывается по кругу на тарелке посередине как правило у вас мисочка с арахисовым соусом либо все это просто заливается арахисовым соусом также вам с овощами подадут тофу темпо иногда вареное яйцо от которого конечно же можете отказаться плюс к нему обязательно попадал подадут чипсы крупу крупу к это очень популярные в азии чипсы они делаются из различных видов муки иногда с добавлением крахмала но с чем вам нужно быть внимательным это пожалуй вкус крупу к потому что он саде сами чипсы содержат в себе высушенные высушенные измельченные морепродукты рыбы креветки кальмары за счет чего у него получается такой креветочный вкус на самом деле бесподобные очень вкусные но если опять же вы едите морепродукты способ приготовления даже вареных овощей оставляет их на самом деле хрустящими и практически свежими то есть на тарелке у вас не будет овощное пюре знаменитый арахисовый соус также имеет множество вариаций в зависимости от региона где он готовится но его основа всегда будет неизменной это измельченный арахис обжаренные на арахисовом масле с добавлением иногда соевого соуса либо кокосового молока обязательно туда будут добавлены специи чеснок чили черный перец и еще какие-либо на усмотрение повара и иногда добавляют опять же кокосовый сахар такой насыщенный густой соус отличный кстати источник белков которые можно добавить к овощам гада-гада обычно служит самостоятельным блюдом но иногда она подается в том числе и как гарнир вам в таком случае принесут к нему рыбу курицу либо как какое-то мясо вы всегда можете принципе увидеть это из меню либо уточнить у продавцов что будет входить ваш году году когда года является не просто так самым популярным блюдом в индонезии во первых это потрясающе вкусное блюдо богатое всеми необходимыми вами витаминами а во вторых его цена вас приятно удивит он во всех практически кафе он стоит не больше одного-двух долларов ну что ж мой гада-гада готов выглядит очень аппетитно на этом я с вами прощаюсь с вами была катя пока пока а